Продолжаю делиться маленькими секретами с начинающими программистами. Но из этих маленьких секретов в итоге складывается большой профессиональный программист. Поэтому новичкам это будет полезно. Итак, сегодня я расскажу, как передать массив в функцию. Если вы начинающий программист, но уже не совсем новичок и знаете, что такое подпрограммы, то вы также знаете, что в эти подпрограммы можно передавать параметры. И продолжая изучать программирование, вы неизбежно столкнетесь с необходимостью передавать подпрограммы параметры, которые представляют собой сложные типы данных. Такие, например, как массивы. И очень часто, пытаясь передать массив в процедуру или функцию, новички сталкиваются с очень неприятным для них случаем. Они просто не могут это сделать. Потому что такая, например, попытка окажется неудачной. Программа не будет создана, а компилятор выдаст ошибку. Но давайте я вам покажу это на практике. Вот у нас функция. Вот здесь мы попытались в качестве параметра передать в эту функцию массив. Пробуем откомпилировать и получаем ошибку. То есть программа не создана, компилятор выдал ошибку. И что-то пошло не так, как говорится. Ну, конечно, опытные программисты с такими вещами разберутся. Ну, точнее, они этого и не допустят. Но для новичка это может оказаться большой-большой неприятностью, с которой не все могут справиться самостоятельно. Хотя компилятор, конечно, какие-то сообщения об ошибке выдают, но почему-то новички их никогда не читают. А даже если читают, то не всегда понимают. В чем же тут дело? Что не так? А дело в том, что передавать массивы под программы таким образом нельзя. Но что делать? Как быть? Не отказываться же от этой прекрасной возможности. Ну, по крайней мере, в моей работе передавать массивы и другие сложные структуры данных под программы приходится довольно часто. Но как это сделать? Есть два способа. Можно передать функцию указатель на массив, а можно создать новый тип данных. Первый способ рассматривать не будем, потому что для новичка он может оказаться малопонятным и довольно-таки сложным. Но если кому-либо любопытно, у меня есть книга об указателях, ссылку найдете в статье. А сегодня я расскажу второй способ, он более прост. Надо просто создать пользовательский тип данных и передать функцию уже параметр, который имеет этот тип данных. И таким образом передать массив функцию в Delphi, в Lazarus, ну и в большинстве других языков программирования можно очень даже легко. Ну давайте посмотрим, как. То есть вот я объявил новый тип данных, T-Mass, и вот наш этот массив. А теперь в этой функции мы делаем вот так. Все, все до безобразия просто. Компилируем. И как видите, программа отработала без ошибок и была создана. Ну, сама программа ничего не делает, здесь просто мы вызываем эту функцию, которую передаем, переменную типа T-Mass, и все. Но неприятность возникшую мы устранили. То есть мы задачу решили, мы смогли передать массив функцию. Ну что ж, на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, не забывайте делиться с друзьями. Читайте статью по ссылке под этим видео, если кому-то что-то еще осталось непонятно. Пока.